Сегодня мы обсудим, как выглядят в облаке сетевые сервисы. И наша команда как раз занимается разработкой собственных решений для работы нашей облачной инфраструктуры. И целью сегодняшнего доклада будет обсудить вообще для чего в облаке сетевые сервисы и как мы строим высоконагруженные критичные решения для того, чтобы функционировали наши облачные продукты. И начнем с того, что вообще обсудим, какими облачные продукты есть в нашем портфеле. В первую очередь это как раз инфраструктурные сервисы, куда входят как раз сетевые технологии. Помимо сетей, там еще и сервис, который управляет виртуальными машинами, дисковыми пространствами и бэкапами. Над инфраструктурным сервисом надстраиваются все остальные, в частности платформенные сервисы, бэкапы, ML-платформа, Data Platform и также сервисы, которые могут пользователи самостоятельно заказывать из Marketplace. И все это работает поверх инфраструктурных сервисов. И начнем мы вообще с того, как давно появился наш облачный бизнес. Мы существуем до 2017 года, и за это время у нас появилось 43 продукта. На текущий момент наша команда продолжает расти, сейчас нас больше 300 человек. И за этот год мы создали более миллиона виртуальных машин. И при этом суммарно это уже цифра близится к 10 миллионам во всем облаке. И начнем с того, что вообще для чего облачные технологии, почему мы сегодня их обсуждаем, и как вы пришли к тому, что себе современный бизнес без облака можно трудно очень представить. И как раз начнем мы с того, как выглядел стартапер в 90-х годах, который решил создать интернет-магазин и продавать книжки. И как он пришел к тому, что нужно строить в итоге облака. Все совпадения случайны. И как раз начнем с того, что была простая задача. Небольшое количество клиентов, достаточно одного физического сервера, все несложно настраивать, конфигурировать, и все помещается под столом. И в принципе все хорошо работает, никаких облаков на этом этапе не нужно. Но, к счастью, наш бизнес растет, количество клиентов увеличивается, и наша инфраструктура масштабируется, в том числе количество серверов. И они уже не помещаются под столом, появляются новые проблемы. Их нужно где-то хранить, как-то конфигурировать, а еще при этом оно периодически ломается. Ну, тут как бы есть проблема, есть сразу и решение. Мы арендуем стойку нашего партнера, и мы теперь не паримся по поводу того, что нужно что-то где-то размещать. Дальше мы решаем проблему, связанную с тем, что оборудование закупать нужно. У нас появляются услуги по аренде вычислительных серверов для того, чтобы размещать нашу нагрузку на этих серверах. И в принципе даже последний пункт, который касается того, что это все равно по-прежнему нужно эксплуатировать и настраивать самостоятельно, в принципе решается с помощью привлечения подрядчика. Так как на этом этапе вообще появились облака, если все бизнес-задачи на этом этапе на большое количество клиентов уже решены. Но счастье для бизнеса, беда для прода, появляется черная пятница. Когда у нас абсолютно непланово появляется большое количество нагрузки, нужно каким-то образом отмасштабировать нашу инфраструктуру, обслужить большое количество пользователей, при этом в самый неподходящий момент сервер падает, клиенты жалуются, бизнес не растет. И каким-то образом на эту проблему нужно найти решение. И как раз для того, чтобы можно было быстро решать вопросы с развитием инфраструктуры и появлением дополнительных вычислительных ресурсов для обработки клиентской нагрузки, появляются облака. При этом в этот момент клиент получает все те же ресурсы, те же сервера, только теперь они не физические, а виртуальные. И клиент даже не знает, что происходит вокруг. Какая-то магия, как-то трафик ходит, как-то ресурсы обрабатываются, как-то наши сервисы запускаются. И в принципе мы про это даже не думаем. А это же сложно, что-то же скрывается за Magic для того, чтобы это можно было реализовывать. При этом мы понимаем, что в этом облачке не один клиент с каким-то кластером виртуальных машин, а таких клиентов множество. И инфраструктура инсталляции состоит из тысячи серверов, которые должны функционировать при любых причинах, каких-то отказах. И клиенты даже не должны знать, что что-то идет не так. И рассмотрим, каким образом мы это решаем, что скрывается за таким красивым словом Magic. У нас все так же остаются наши физические сервера, сети, сториджи. Но клиент не знает об этом за счет того, что появляется отдельный слой, прослойка инфраструктурных сервисов, который позволяет осуществлять какую-то абстракцию от физической инфраструктуры для работы клиентских ресурсов и нагрузок. При этом при реализации подобных сервисов у нас появляются нетривиальные задачи, которые чаще всего не встречаются при разработке какой-то бизнес-логики других приложений. За счет того, что наша инфраструктура распределенная, работает с большим количеством клиентов, нам нужно обеспечить мультитенантность и изоляцию всех клиентских нагрузок друг от друга и нивелировать любое влияние каких-то падений в облаке, каких-то аварий, дидос-атак на одного из пользователей. Клиенты не должны знать друг про друга. При этом за счет того, что мы даем клиенты, наши клиенты размещают какие-то критичные бизнес-приложения в нашем облаке, мы понимаем, что у нас есть еще дополнительные требования к нашей инфраструктуре, к нашим сервисам, связанные со скоростью реакции и изменений при работе клиентских нагрузок. И поймем вообще, как выглядит для решения таких задач реализация сетевых сервисов на самой простой задаче. Наша виртуальная машина хочет просто подключиться к интернету. И кажется, для такой задачи все на текущий момент есть. Есть сервера, на которых непосредственно размещены данные виртуальной машины, есть большое количество сетевого оборудования. И в принципе в любой другой инфраструктуре, где размещаются какие-то приложения, это бы решалось очень просто. Просто каких-то инженеров посадить, которые настроят сеть, и все будет прекрасно работать. Но мы вспоминаем, что у нас, помимо нас, как клиента, еще есть множество других клиентов. И нужно сделать так, чтобы трафик, который проходит через одно и то же оборудование, проходил независимо. И клиенты никак не могли пересекаться при прохождении такого трафика. А еще вспоминаем, что не просто мы используем соседние сервера для размещения клиентской нагрузки, а у нас на одном гипервизоре может быть десятки разных пользователей, которые размещают разные сервисы и занимают разный объем вычислительных ресурсов. И нам каким-то образом нужно обеспечивать, давать гарантии по работе данных сервисов и изолировать их друг от друга. При этом вся моя инфраструктура также имеет свой менеджмент трафик, который достаточно большой объем себя представляет. Им нужно, чтобы этот трафик также не влиял на клиентскую нагрузку. И при этом любые аварийные инфраструктуры не влияли в том числе на синхронизацию между оборудованием и работой клиентских сервисов. Соответственно, должно было быть какое-то решение для того, чтобы такая инфраструктура могла работать. Поэтому нельзя просто взять так, подключить виртуальную машину к интернету, и все будет прекрасно работать. Какой-то должен быть дополнительный инструмент и механизм, который будет решать вышеописанные задачи. И таким механизмом выступает реализация оверлей-сети. Как раз возможность абстрагировать клиентов при передаче трафика, вообще-то физической инфраструктуры, про которую они знают, и можно провести аналогию, что это пакет в пакете. Клиент просто подключает какой-то виртуальный интерфейс к своей виртуальной машине, это все инкапсулируется в какие-то туннельчики, которые между клиентскими ресурсами строятся, и трафик проходит. Также можно провести аналогию с обычным VPN-сервисом, который мы повсеместно используем. И как раз реализация оверлей-сети позволяет настраивать управление, делать программное управление трафиком и изолировать наших клиентов друг от друга. Но у нас есть еще дополнительные задачи, которые решают оверлей-сети. В частности, это построение туннелей между распределенными клиентскими ресурсами. А еще вспомним о том, что облака состоит из большого количества серверов. Клиенты могут мигрировать с одного сервера на другой, как в планном случае, если клиент сам захотел изменить конфигурацию виртуальной машины и переместить ее. Также может произойти какое-то падение в нашем облаке, которым мы должны отрабатывать штатно. Это для нас не должно стать какой-то аварийной ситуацией. Поэтому наша задача, еще помимо того, чтобы просто строить эти туннели статически, еще и каким-то образом реализовывать механизм, который бы динамически постоянно отслеживал, в каком месте находится каждый пользователь, и мог перестраивать эти туннели и управлять прохождением трафика через эти туннели. Для такой сложной задачи появляется реализация отдельного сервиса, который как раз мы разрабатываем в нашем облаке. И таким сервисом, который отвечает за эту задачу, выступает SDN, Software Defined Network, инструмент для виртуализации сети в облаке. Чаще всего все-таки подобные задачи по работе с сетевым трафиком возникают в инфраструктуре, где большое количество либо разных пользователей, либо разных приложений, которые нужно друг от друга отделять. Обычно повсеместно, если какая-нибудь команда разрабатывает какой-то свой собственный сервис, такие задачи не возникают. Но тем не менее, реализация достаточно интересна. И начнем мы с того, как вообще это выглядит с точки зрения архитектуры. Основная задача SDN — это разделить управление самим трафиком, то есть байтики, которые передаются между виртуальными машинами клиента, и какой-то логикой, которая управляет прохождением этих байтов друг от друга, и еще и плюс выступает интерфейсом для взаимодействия конечных пользователей с Data Plane и определяет, как этот трафик уходит. И в нашем облаке Control Plane мы разрабатываем самостоятельно. Это наш отдельный собственный продукт. При этом Data Plane мы используем чаще всего open-source компоненты. Это связано со многими причинами. При этом не могу сказать, что мы всегда только Data Plane берем что-то open-source, а некоторые отдельные сервисы мы все же разрабатываем у себя, когда не находим решения, которые подходят под наши бизнес-задачи среди open-source продуктов. Мы можем разработать самостоятельно. Плюс чаще всего, если мы даже берем что-то open-source для Data Plane, мы все равно бизнес-логику немного адаптируем под себя, чтобы это накладывалось на логику работы наших продуктов. Ну и более подробно просмотрим сегодня, что вообще из себя представляет архитектура нашего облака, в частности, на примере SDN. Просмотрим отдельно Data Plane. Нам нужен какой-то инструмент, который будет знать о том, что в виртуальной машине есть какие-то порты, управлять данными портами и строить динамические туннели между этими ресурсами и обеспечить прохождение трафика. Этот инструмент называется OVS либо Open Virtual Switch. Соответственно, также у нас есть на каждом гипервизоре инструмент Linux Kern, управление ядром гипервизора. Это обеспечивает нам возможность вообще создавать какие-то виртуальные интерфейсы на самом гипервизоре, на самом сервере, и, соответственно, OVS уже дальше, после того, как эти интерфейсы созданы, умеет возможность с ними администрировать и переподключать. Дальше какой-то должен быть дополнительный инструмент, который этим будет управлять. Как раз это Control Plane. Ну, по картинке видно, что Control Plane значительно сложнее, чем Data Plane. Как раз поэтому одна из причин, почему мы разрабатываем самостоятельно. И начнем мы с самой базовой части Control Plane. Это как раз, каким образом вообще уровень Data Plane имеет возможность получать, какую конфигурацию ему нужно у себя применять. За это отвечают SDN-агенты, которые размещены, распределены по всему облаку. То есть на каждом сервере, где находится потенциально клиентская нагрузка, размещены эти агенты, которые определяют целевое состояние, которое нам нужно сконфигурировать на уровне Data Plane, сравнивать с тем, что на текущий момент находится, какая конфигурация есть на текущий момент на Data Plane, применяя div и, соответственно, дальше принимает решение. Либо нужно переконфигурировать Data Plane, либо все остается как есть. Но сам SDN-агент же не является каким-то источником правды. Он должен получать какую-то информацию откуда-то выше. Кто-то им должен управлять. И управляют им через отдельный интерфейс Orch API, который как раз позволяет подключаться к базе данных, используя HTTP REST API для как раз получения целевого статуса и изменения Data Plane. При этом для раздеплоя баз данных и Orch API мы используем отдельно в облаке менеджмент сервера, который мы называем ноды. Именно здесь хранится наше целевое состояние. Каким-то образом с нашей сложной системой нам нужно взаимодействовать. Появляется отдельный уровень в Control Plane Application, который позволяет за счет реализации User API нашим пользователям управлять данными, которые заносятся в базу данных и, соответственно, уже дальше конфигурировать Data Plane и сервисы, которые используют наш SDN. При этом User API используется не только конечными пользователями. Например, клиент хочет реализовать какой-то сервис в виде балансировщика нагрузки либо виртуальный роутер. Он может обращаться напрямую в базу через API и создавать этот сервис. Но чаще всего нас используют тем в том числе те же PAS сервисы, SA сервисы, которые используют нашу API для того, чтобы реализовать внизу на уровне инфраструктуры необходимую конфигурацию сети для того, чтобы их приложения работали. Но это было бы слишком просто, слишком мало элементов на данном слайде для того, чтобы описать такой сложный сервис. Поэтому, конечно, вообще в целом картина и архитектура SDN выглядит значительно сложнее. По той причине, что мы здесь опустили довольно важную часть касательно того, что SDN не только управляет логикой прохождения трафика от вычислительных ресурсов клиента, а еще поверх SDN настраиваются сетевые сервисы, которые тоже являются частью SDN. Ну, в частности, например, DHCP, VPN сервера. Все это работает в части SDN. И как раз поэтому у нас появляются на слайде новые элементы, которые мы ранее не обсуждали. Мы по ним пройдемся кратко. На уровне агентов у нас появляются дополнительные подвиды агентов, которые как раз отвечают за отдельно конфигурацию виртуальных интерфейсов клиентских и прохождением трафика. Также у нас отдельно есть агенты, которые отвечают за конфигурацию физических непосредственно серверов, где уже потом будут размещаться виртуальные машины. Отдельно агенты, которые управляют сетевыми функциями, которые являются частью SDN. Ну, и больше всего, наверное, изменения это все-таки на уровне оркестрации ОРЧ-АПИ. У нас появляются дополнительные задачи, связанные с тем, что, как я говорила, наша инсталляция очень распределенная, она может состоять из нескольких цодов распределенных, удаленных друг от друга. Также это большое количество серверов. Нам нужны какие-то отдельные инструменты, которые анализируют наше состояние, наши инфраструктуры, понимают вообще, сколько у нас гипервизоров доступно для использования клиентской нагрузки, какие из них мы можем использовать, и плюс еще, помимо того, что просто рандомно как-то распределять нагрузку, у нас Flow Builder появляется и Graph API, которые как раз эту инфраструктуру инсталляции анализируют и принимают решение, какой минимальный путь стоит пройти трафику для того, чтобы обеспечить максимальное качество прохождения работы нашей сети. И как раз за логику построения таких графов и возвращает элемент Graph API, Flow Builder отвечает за то, чтобы дальше это уже влияло на конфигурацию нашей инфраструктуры. И еще, наверное, хочу отметить тоже важный элемент Shedler Rescheduler, для того, чтобы наши NFV сервисы также оптимально выбирали место размещения для того, чтобы понимать, какой объем ресурсов на каком гипервизоре занимается, сколько будет ли достаточно места для того, чтобы этот сервис снова разместился, и более оптимально для обеспечения качества работы сервисов размещал данные сервисы на нашей инфраструктуре. Но слишком это было бы, наверное, сложно, если бы я прям в каждую деталь погружалась отдельно. Наша команда регулярно выступает и рассказывает про изменения в нашем продукте. Поэтому у нас достаточно много материалов, самые базовые, из которых стоит начать изучение нашего продукта. Здесь можно заскриншотить и потом далее отдельно почитать. Ну и плюс уже дальше по нашим спикерам отдельно проходиться, так как они на других конференциях также регулярно участвуют. Ну и отдельно, наверное, проговорим, выделим, какие вообще особенности архитектуры наших сетей в облаке. В первую очередь мы решаем вопрос, связанный с разделением ответственности между компонентами, которые мы реализовываем. Мы перешли к микросервисной архитектуре наших приложений. Связано с тем, что так для реализации наших продуктов правильнее. Это больше всего подходит для решения наших бизнес-задач. При этом мы понимаем, что важная история, когда мы прорабатываем архитектуру того или иного решения, является требование к горизонтальному масштабированию, потому что регулярно появляются запросы от добавления нового цода, добавления нового гипервизора в стойке, либо просто растет клиентская нагрузка, добавляются новые сервисы, которые генерируют соответственно новую нагрузку на инфраструктуру. И важно, что мы понимаем критичность работы нашей инфраструктуры, и наша архитектура должна выглядеть как полноценно надежное решение за счет реализации концепта «Изиальный отказ». И более подробно здесь отдельно на слайде я это расскажу. Возможно, вы даже заметили на предыдущем слайде, где была описана архитектура, что в целом выглядит похоже на reconciliation loop. Наши запросы всегда находятся внутри нашей системы. Можно на примере псевдокода это более подробно увидеть. В частности, у нас есть агент, который отвечает за конфигурацию дата плейна. И ему важно, чтобы всегда система находилась в консистентном состоянии, чтобы любой пользовательский запрос был обработан и не был обработан, не падал с ошибкой. То есть в любом случае должна быть конфигурация применена при любых каких-то неплановых, нештатных состояниях нашей инфраструктуры. И, соответственно, у нас агент получает target state из API, далее он его пытается применить на дата плейн, если не получается, он пытается ретраить и пытается все равно это применить. И так происходит до тех пор, пока все равно система не будет сконфигурирована и клиентская конфигурация приедет на нужный порт нашего дата плейна. Более подробно наш коллега тоже выступал, чуть позже появится от Highload материалы, которые тоже можно будет про Recancelation Loop узнать, потому что подход закрытого контру управления ZKU тоже достаточно редко применяется при разработке каких-то приложений, чаще всего это речь идет про какие-то высоконагруженные критичные сервисы. Ну и подведем итоги. Вообще, почему нужно интересоваться облаками? Потому что даже если вы разрабатываете какое-то приложение, которое непосредственно не имеет отношения к облакам, все равно чаще всего она будет хоститься либо в облаке, либо будет прорабатываться план миграции в облако. И нужно понимать вообще, как работают облака для того, чтобы оптимально определять архитектуру вашего бизнес-приложения. плюс нужно понимать, что когда разработка идет про критичные сервисы, подходы, которые используются на инфраструктуре облака, можно использовать и в своем приложении, и в бизнес-приложении каком-то. Это полезно бывает для того, чтобы обмениваться каким-то опытом с облачными провайдерами. Была рада рассказать вам сегодня нашу презентацию про облака. Продолжение следует...